как сделать дубликат ключей и доказать всем что ключи все-таки можно сделать и подешевле mercedes есть и кубе первое время когда ты на тебя обижалась и злилась у нас сегодня очень важный день ну тут где-то три а то и четыре часа я короче хлебцы кушаем нас вымотали полностью и говорит что я не подхожу по этой программе мне уже все нужно ехать обратно мы опять пришли за нашей бандиткой бандиты привет что ты гандит обниматься будем будем очень легкая что разбирала типа какая-то мальчина у нас красотка ты прекрасном настроении да мушка прилетала вопрос который очередной перед нами встал и на наверное этот вопрос касается многих кто живет в не как сделать дубликат ключей у нас есть информация что дубликат ключа ну то чтобы открыть квартиру там не каких-то других один маленький ключик стоимость 50 евро и я сейчас хочу убедиться стоит ли это 50 евро или это можно сделать гораздо за маленькую сумму информация до нас дошла что можно сделать ключик за 10 евро 15 сейчас я нашел один адрес где можно сделать ключик идем станешь кай проверять если чего то сделаем ключик потому что нам нужен я верю что то задача которую мне перед нами сегодня поставлена мы сможем обязательно решить и сделать это дело добиться до конца и доказать все что ключи все ключи нашли заведение называется нингер кстати вот он наверное не видно сейчас нужно объяснить им что нам нужно сделать один дубликат максимально быстро максимально недорого тут кстати по моему еще и документы какие-то просят то ли не документы а подпись всего подъезда что они согласны все должны быть разрешены это нам так говорили сейчас узнаем и поделимся с вами информацию информацию мы все узнали подтвердили разговаривали какой мерседес есть и убить это электрический какой-то я тоже такой не видел кстати да ребят такие машины которых тут есть даже apel opel опеля я не знаю это правильно или нет правильно то что я хотел бы сказать все-таки opel есть такие же метки я все-таки расскажу историю до конца мы зашли они сказали да мы можем сделать ключик ключик стоит 35 евро 35 евро понимаете стоимость ключа и необходимо одна там есть карточка на карточке написано что я там владелец или живу в этой квартире и они могут спокойно сделать копию ключа у них с этим чуть строго не это не так как у нас пошел там ключик отдал 500 рублей или там 100 рублей или 5000 грамм сколько-то отдал или в гривнах хорошо скажу чтобы не цеплялись или в гривне 100 гривен отдал и тебе дали ключик нет тут нужно чуть-чуть заморочиться чтобы сделать ключик копию этой штуки ну я хочу добавить от себя что наверное это все-таки правильно потому что ты можешь идти по улице найти ключи и что нашел нашел столько если находил что с ними было подобрать какой квартире если ты мошенник то я думаю что ты можешь кто там потом подберет извините вот это такие правила безопасности я тоже говорила что-то ты меня перебиваешь я хотела сказать что все таки я считаю что это наверное у них правильно да это конечно дорого для ключика для изготовления ключика 35 евро ну не знаю не знаю это прям дорого-дорого а то что они вот без этого без всяких этих кодов это все дело ну не делают это как по мне хорошо сейчас я нашел еще один адрес посмотрю сколько туда добираться попробуем туда добраться и может быть там будет дешевле и сразу нам сделать без всяких подтверждений без чего-либо ехать туда 15 минут и кстати здесь они сказали что они мы объяснили им что у нас один дупликат ключей и нам нужно это сделать как можно быстрее она сказала что максимально быстро все что она может предложить это 5 7 дней они могут они делают форму оригинал тебе возвращают а потом ты возвращаешься через пять свой двадцать пять пять семь дней 2-5 дней или 5-5 она не сказала ту она первый рассказала файл сендей и смотри какая красотка это ты ужас какой и потом ей сказал туда и она тебе опять сказала файл сендей и ты опять здесь говоришь 2 чего ты взял просто в таких случаях делаем и так как у нас не получилось сделать ключи нужно потратить деньги которые были не потрачены а как мы можем потратить пойти купить что-то этой девушке эта девушка уже чуть-чуть не понимает что надо остановиться но что поделать ничего не поделать пока она сама не поймет остановки не будет идем за феном и вот наш фэн фэн который называется профи где ты профи где ты профи где ты профи где ты профи здесь переживала что не будет скидка у нас смотрите какая я почитала отзывы и нормальный фен я рад пошли а ты смотри что хочешь фен есть ты не хочешь открыть посмотреть в каком состоянии давай посмотрим мне кажется надо вообще тут можно же дома открыть посмотреть проверить а потом принести его обратно сдать хотя бы посмотреть в каком он виде он такой легкий просто для меня на такой легкий для меня непонятно но такие коробочки смотри красивые но такие вот open this is my new by чек говорит ты не можешь открыть к пока не купила я говорю я уже купил я уже могу делить все что хочу здесь из май короче окоп нормально те магазина я думал побольше оказывается он не такой большой нормальное количество покажи то достанешь покажет вам просто не хочу полностью доставать небольшой конечно обычный классный фильм я думал потяжелее но оказывается нет не такой очень тяжелый отговаривал отговаривал меня от этого фена но я его все таки получила да все таки да получили так что теперь у меня есть фен друзья радуемся оставим лайки танюшка с феном ура первая покупка в дом уже есть точно первое больше ничего не покупали собираемся собираемся все покупать но ничего вроде не буквально мы стоим возле не знаю там касса или чего-то стоечки да где упаковку делать так я понял открываю она сначала что-то на немецком сказала что я так понял что я так понял нельзя открывать пока ты не купил я и сказал у меня есть чек я уже купил она замолчала потом мы начали снимать она начала опять что-то сказать мне для видео нельзя видео я уже говорю я делаю видео себя я могу делать собой что я хочу что вы хотите вы находитесь здесь игру и что тут нету правило что я нахожусь здесь то нельзя снимать ему продолжили съемку в общем они иногда возмущаются что нельзя снимать здесь но нигде никаким образом не нам не написано что нельзя снимать в помещении если ты снимаешь себя это тоже такое интересное правило которое нужно знать всем вот взять телефон и снимать то что в магазине нельзя а когда ты поворачиваешь телефон не снимаешь себя то тогда можно а то что в окружении тебя ты уже все никаким образом не несешь мне ответственность так скажем ты снимаешь себя не все вот кстати от говорил про эти собачки которые сидят с человеком и денежки собирают а когда наверху тренировался с окна видео как собачки смотрят сейчас давай я вот так потихонечку посмотри посмотри как собачки на тебя смотрят я вот так тебя буду снимать и получается покажем что в окружении сады на собачек как на те смотрят и пути вы не такие маленькие такие да такие красные они всегда тут сидят себе собирают не хоть на коврике там ничего не такие какие-то прям бомжилики такие на корм так как я танюшки не даю снимать цветочки деревья тучки здание наш основной влог она снимает себе в instagram так что советую вам подписаться на instagram танюшкина и если захотите мой тоже там очень много идет именно нашей личной жизни момент который мы видим подписывайся и марка еще молодец что он понимает наш юмор знаешь вот у тебя чуть-чуть тяжелый тяжеловастенький юмор как по мне допустим первое время я все увидела первое время когда ты я на тебя немного злилась и обижалась когда ты шутил ну как я так могу повернуть надо чтоб ты взял когда ты шутил первое время когда ты на тебя обижалась и злилась говори 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 первое время я на тебя обижалась и злилась потому что твой юмор для меня очень тяжелый непонятный и не смешной марку как ни странно очень правильно реагирует и якобы даже не один раз говорю не шути с ним так он может не понять у вас языковой барьер все-таки он немец и армянин говорить вы на английском может быть не все можете сказать что-то там с какими-то переводчиками но не хорошо они севым смеются улыбаются думать это все на меня пока просто понимаешь тут есть фактор мужской юмор и женский юмор тут и папа по правде так и есть мужчины шутят шутят по одному а женщине по другому не важно ты какой нации ли там какой язык у тебя есть или менталитет по сути мужчины шутят одинаковым вас можно сказать для некоторых тупой тяжелый или непонятный юмор но это шутки это нормально если мы обижаемся мы говорим друг или брат там мне неприятно не делай больше такие шутки если видим что перед перед нами человек что-то хочет сказать или говорит и не понимает и советуем вам тоже самое делать если вы не делаете стесняйтесь слушаете шутку которая вам не нравится я советую вам вот тебе обязательно не стесняйся скажи об этом это сделает прошел просто ваше общение на уровень выше вы будете понимать друг друга лучше и все вот и все брат не забывай так и сделай скажи мне не нравится как ты шутишь и можно добавить а это не забывай подписаться еще не просто немножечко немножечко чуть-чуть от трамвайчика и зашли куда-то просто вдоль по дорожке захотели пройтись посмотреть и такой какой-то красивый райончик вокруг вроде тихо и очень живо и живо и люди ходят и не ходят и не ходят да вот как то так и эти кругом цветы и птицы и так приятно да я уже очень хочу чтобы мы отдельно жили мне этого понимаю очень не хватает я не к тому что с теми людьми с кем мы живем сейчас нам некомфортно нам комфортно мы с другими нашли уже общий язык и стали одной большой семьей но в любом случае уже хочется отдельные жизни вообще с кем-то жить тяжело всегда кто бы это не был родные и чужие а я каждая семья должна жить отдельно даже от родителей я всегда в своей голове это держала и сейчас это понимаю выдаю эту правду выдают правду то в конце концов конечно же каждая пара семейная пара со своими детками должны жить отдельно да да значит это хорошее это правильное решение почему я могу двух-трех предложениях сказать в свою очередь вот я армянин и в моей культуре не принято отдельно от родителей принято жить с родителями ну так принято так пошло не могу сказать почему а я живя просто в другой стране отдельно от своих родителей в частности от своей мамы я один жил и потом я потом когда поехал домой в армении мы жили 8 месяцев не было почему тяжело я привык комфорту такому например я просыпаюсь это нормальное явление я просыпаюсь утром я трусах иду в туалет чтобы зайти в ванную это нормальное явление а когда дома кто то есть ты просыпаешься ты одеваешься там что-то отдел на себя и потом пошел минимальные удобства которые ты не можешь себя позволить от этого уже жизнь становится совсем другого уровня а тут прикинь и проснулся ты там что хочешь что и делаешь дома ты один там валяешься на диване или или тому подобное в общем это просто комфортно просто это комфортно и все больше ничего не говорю задумайся и на самом деле это же не только нам тяжело это тяжело и всем у кого мы живем окружающим людям окружающему миру поэтому мы хотим сказать огромное спасибо всем людям всем нашим родным близким друзьям которые нас терпят все это время мы очень благодарны всем нашим вот в огромную составу людей которые нас принимают у себя дома уже на протяжении полтора года и полтора года уже просто с одной точки во второй никакой квартиры не имеем квартиры флэд дом где ты дай нам уже как-то определиться с нашим местом и с нашим гнездышком все мы устали мы 10 лет жили в одной стране и нам было прекрасно все у нас было хорошо и потом вот так вот все сложилось случилось что мы немножечко потерялись потерялись да но ничего мы обязательно найдем для нас уютное наше местечко нам будет прекрасно классно и тебя берем с собой как хочет сказать у нас сегодня очень важный день очередной и я верю мы верим что у нас все получится почему потому что во первых мы очень везучие во вторых у нас все документы есть мы готовы к сегодняшним трудностям а какие-то у нас трудности это не наш а какие сегодня у нас трудности мы едем агентство недвижимости давать мои отпечатки этого шутка мы не этим агентство недвижимости выйдет им куда мы едем ли службу которую хорошо если все будет хорошо все будет хорошо полная возможность остаться здесь не уверена что мы можем здесь оставаться то есть у тебя будут легальные документы я иду сдавать отпечатки чтобы у меня были легальные документы поддержи лайком пожелаю удачи и скажи брат у тебя все получится напиши в комментариях брат у тебя все получится а братский прежде чем пойти на отпечатки нужно зайти нам ванк и активировать приложение банковская для этого необходимо зайти в банке взять какой-то пин-код у нас это все онлайн как-то делается а может быть еще и нужно будет в очередь стать то есть взять термин чтобы прийти и активировать вот эту услугу как-то все очень сильно заморочено но ничего страшного справимся не такую задачу решали зашли в банк банк работал сегодня до 12 не получилось делать то что хотели но ничего страшного мы можем зайти не панк не только вот здесь в любое отделение этого банка и совершить нашу задуманную сделочку а задуманная сделка реально очень просто просто активация мобильного приложения понимать чтобы активировать нужно зайти в банк забрать пин-код у них обычно это все приходит на номер телефона да это очень классно это очень безопасно никто в случае овладением твоего номера телефона не сможет добраться до твоих там счетов с точки зрения безопасности очень классно это но чуть-чуть заморочек больше мы привыкли что мы можем это сделать самостоятельно всегда онлайн и сам как-то человек активируют и быстренько не активировал сейчас нам надо настроиться на самый главный наш вопрос который беспокоит нас уже весь период сколько мы здесь находимся уже столько всего пережили что будет просто печаль полная если сейчас не будет даже никакого я вообще уже спокоен ты всегда такой уверенный потому что уверенность миллион процентов дает результат очень рада я учусь у тебя быть такой уверенной но пока к сожалению по нулям что по нулям бывает у тебя все хорошо ребята смотрите как красиво украшаем о как красиво ладно он все такими тоже все это нравится это действительно красиво эти яички кругом просто просто невероятное зрелище мне нравится просто прошлый раз если вы помните если вы смотрели эти видео там тоже заборчик не разукрашен ой да-да-да это храм или нет вообще-то помнишь что заболели это было какое-то дума как перевести в общем мы тут уже бывали в этой кафешке вы были там вот наш соццентр да кстати ребята не думайте что это все так просто и мы так налегке идем что мы как любит говорить моя жена мы армяне у нас все получится нет это не так уж и легко мы просто настраиваемся на хороший правильный лад чтобы получилось а так это вообще нелегко и это не вообще вообще непредсказуемо сейчас нас могут развернуть и все тогда извините меня хотим дальше прости прощай прости прощай будет ребятки а помните прошлый раз мы были в кафе такой булочный красивый где мы взяли кофе и у нас там немножко не понравились владелицы кафе они просто работники там не вышли мы за них еще поругались в общем каждый раз приезд наш сюда это какой-то стресс сегодня не исключение но так как мы приехали гораздо раньше мы собирались зайти в банке решить там свои вопросы это не получилось но у нас есть время на кофе питье у нас здесь время на чай ой не чай на тортик тортик творожный какой красивый творожный я тоже не знал что того я думаю это шоколад и все шоколад тортик у Маришки что тоже творожный чизкейк Маришка уже попробовала уже сказала мне что вкусно у меня кофе ладно ты оставай шоколадки свои мне ничего не купили мне ничего не дали я не знала не надо тут трал делать у нее все с собой в этой маленькой сумочкой еще у меня есть там шоколадка это твоя с Маринкой шоколадка это 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 в конце когда закончу это же отпраздно праздничная шоколадка все получится это моя шоколадка это милашка мне подарила видите веганская я же на посту мне вот эти все вкусности что они кушают нельзя так вкусно Танюша так вкусно давай попробуй в общем кофе мы тут пили кофе хороший хоть как бы мы прошлый раз не возмущались что я в крае частности возмущалась я что эти женщины что-то на меня бурчали бурчали не важно кофе здесь хорошие не слушали потому что я камеру достал ты сейчас тоже с камерой они все видят они на тебя смотрят сегодня я тогда убоги это какой-то тоже шоколад это надо почитать это может быть мне нельзя это на кокосовом молоке ура 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 слушайте ой какой вкусный оказывается все веганы тоже умеют вкусно веганом тоже можно нормально жить я вам хочу сказать дорого да только чуть-чуть дороже веганом быть это не дешевое удовольствие да но мне все равно хочется мясо рыбы кстати в эту пятницу это вопрос времени я так думаю можно привыкнуть кстати да завтра можно рыбы и креветки я уже присмотрела кстати подожди я хочу еще сказать что после этого поста я хочу попробовать 21 день не есть сладкого я не знаю что это будет мне надо быть где-то изолированы от людей это закрыл комнате для меня надо закрыть это уже точно надо сделать когда мы будем на ну отдельно жить потому что я понимаю что я агрессивная плохо себя сейчас веду а если у меня еще и забрать сахар то я просто буду кидаться на людей мне надо будет привязывать так что это потом потом ты чё думаешь это я железно да смогу с этим справиться то надо чтобы у тебя была отдельная комната что ты если что меня все ханула чуть-чуть сильно волнуется что у нас будет я тоже если честно переживаю а марина сидит себе немецком что-то говорит там пасху поздравляем она себе уже как поздравлять на немецком людей мы сидим тут нервничаем кому-то и документы бумаги что можно жить а у кого-то нету сидит просто переживаю ничего страшного мы все умеете но в любом случае какой-то мандраж есть друзья мы выходим из этого кафе идем отдавать отпечатки пожелаете пожалуйста удачи по-братски я знаю что и хочешь чтобы я просто я хочу сказать ребята у нас такое волнение потому что последних шесть месяцев мы потратили на то чтобы вот это все осуществилось то есть сегодня реально все решится мы остаемся здесь или нет это куча времени денег нервов психов сил и всего-всего понимаете поэтому поэтому вот такой вот сейчас мандраж и ты не понимаешь блин это все было опять зря или просто за этих полтора года это уже третий наш такой шаг что мы что-то пытаемся сделать 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 там были обломы какие-то мы надеемся что это не очередной облом что это все сейчас свершится все получится и мы сможем спокойно официально остаться в этой стране все держи кулачки помоги морально вышли из центра устали очень ну тут где-то три а то и четыре часа я короче хлебцы кушаем нас вымотали полностью хорошо ладно зайдем сейчас где-то присядем и спокойно поговорим с вами сегодняшние интересные истории мы еще и на одну минуту опоздали на электричку чтобы доехать до геры и скрыться поэтому нам сейчас ждать едем на автобусе домой потому что он не успели через час почему не даешь не говорить потому что я сижу рядом с тобой и мы зашли в магазин купили всякой всячины нас забрал марку и мы едем домой короче день как затягивается и не заканчивается завтра еще и выходной будут работать завтра пасхам и германии и сегодня надо было купить продукты чтобы завтра не голодать короче много-много-много задач сегодня делали и моя красивая брат мой так рассказывая вам тебе мой друг что у нас в итоге произошло вчера так как мы были очень сильно уставшие приехали домой покушали чуть посидели отдохнули пришли в чувство в итоге оказалось что очень поздно поэтому мы не записали этот эту информацию до конца не рассказали вчера ну короче просто не было сил да не было сил поэтому мы сейчас расскажем вам поделимся с вами что вчера в итоге случилось так начало мы зашли туда нам сказали подождите основное то что происходило основное это было ожидание самое что выматывает правильное слово нас выматывал очень сильно вот это ожидание второй фактор после ожидания нас примела одна девушка и начинает спрашивать разные вопросы задавать я вопросы не вспомню потому что это не к не такие вопросы которые каким-то образом что-то решают или существенные вопросы не были такая немножко стрессовая ситуация что действительно мы такие вышли я осознаю что я вообще ничего не помню это первый кабинет то есть по поводу вопросов ты даже не помнишь тоже что там было ну в итоге короче она там задала задавала вопросы задавала и говорит что я не подхожу по этой программе мне уже все нужно ехать обратно и мы такие в недоумении как почему она говорит что у нас обман так называемый фиктивный брак мы начинаем доказывать что мы нету настоящая пара да у нас там бракосочетание было год назад но мы давным-давно мы не для этого брака сочетались да мы не для этого вообще расписывались и это не было нашей вообще целью чтобы кому-то что-то доказывать в итоге мы там доставим телефон и начинаем показывать фотографии а у нас фотографии в телефоне есть еще с 15 года что вот мы там в айфонах вы и сами знаете что наверху всегда показывает даты когда вы делали фотографии где вы делали эти фотографии в общем мы показываем переписку я вспомнила переписку она достает вот сам у нас тоже там куча 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 времени удален в общем и целым показываем информацию она смотрит такая ага все хорошо и выходит из кабинета ничего нам просто не сказал просто ушла удалилась мы сидим просто втроем не понимаем что происходит что это было почему это было и это бы это ожидание опять же длилось там минут десять выматывает все это я приблизительно говорю она ушла и ушла мы там уже чуть ли я не знаю уже все темы обсудили перенервничали 500 раз уже не знали уезжать уходить бежать и что делать если вдруг вот так она сказала нет тебя не принимают тебя в этой стране не принимают все до свидания потом к нам она заходит к нам с какой-то девушкой которая умела разговаривать на русском и это был у нас какой-то бонус так называемый потому что спасательный такой крючочек просто разговаривать с человеком на русском на том языке которым ты понимаешь то разговаривать на немецком и то Марина у нас разговаривала переводила нам и ей она им это через так называемого переводчика очень тяжело И мы начинаем этой девушке тоже там объяснять, доказывать, что мы там настоящая пара, мы там не какие-то фиктивные браки создавали, чтобы кого-то обмануть или доказать что-то. И она такая, хорошо, все, окей. А эта девочка, еще перебью, эта девочка украинка, которая уже 4 года здесь, она уже работает в этой организации, наверное, переводчиком или еще какая-то у нее должность. Нет, она не переводчик, она там где-то на какой-то должности. Да, потому что она тоже документами занималась, и мы спокойно смогли ей рассказать вообще всю нашу ситуацию, и что у нас происходит, и почему мы здесь оказались. И она такая, ага, то есть она реально на нашем языке все буквально поняла, что мы хотим, зачем мы здесь, и все в общем подробно. Ну, в общем и целом, она тоже нас выслушала, приняла наши факты и такая, хорошо, все, ждите, мы сейчас придем. Мы взялись, грубо говоря, за ручки и вышли из кабинета. Еще пошли на совещание. У нас опять этот мандраж. Сидим, ждем, думаем, все ли мы правильно сказали, всю информацию ли рассказали, ничего ли не забыли, было все правильно сказано, грамотно, никакой маленький фактор мы не выпустили. И опять вот это все крутится, вертится в голове. Потом она заходит, и давайте пойдемте в какой-то другой кабинет. В другой кабинет мы пошли, дали нам бумажку, чтобы мы заполнили. Нам ничего не говорят, реально нам ничего не говорят, мы не понимаем, что происходит, зачем эту бумажку заполнять, и к чему это все приведет. Мы просто поэтапно проходим через все, надеясь, что нам повезет. И факт в том, что я осознаю, что все то, что происходит сейчас со мной, вот месяц или полтора назад, это все не происходило. У нее совсем другое было, процесс совсем по-другому был. Я думаю, все, это отказ стопроцентный, и это уже все к тому идет, и уже просто паника такая, я там хочу реветь, я не могу себя взять в руки, надо быть нормальной, собраться, а я просто, я не знаю, такой колотун у меня в душе. Так, ладно, давайте дальше пройдем. Марина начинает заполнять эту анкету, а там тупая информация о нас, обо мне в основном. Паспортные данные, там данные, в общем, обо мне. Все, 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 все. Все мои данные. Заполняет, отдаем эту бумажку, сидим, опять ждем. Вот это ожидание, я говорю, самое, что выматывало. После того, как мы отдали документ, нас пригласили еще в какой-то другой кабинет. Вот, ничего не упускаю, нет, не упускаю. Мы нас пригласили еще в какой-то другой кабинет, и там уже все, произошло то, что должно произойти, кульминационный момент. Нам дают вот эту там бумажку, она у меня в рюкзаке. Сначала не дают, заходим в кабинет, где у тебя начинают брать отпечатки. Отпечатки, отпечатки, это такой процесс, большие пальцы, четыре пальца ты сдаешь. И тут тоже одно из двух, знаете, отпечатки, либо его куда-то депортируют, что... Да, этот момент забыл. Либо этот депорт, чтобы... Либо депорт, чтобы реально, ну, в следующий раз понимать, чтобы его не пустили в страну. Либо это действительно ему дают в ВНЖ вот эту же зеленую карточку, которую дали мне. И я, мы такие, я говорю, это, это так, мне тоже, мне тоже брали отпечатки. Мы не понимаем, и да, и нет, ну, проходим опять же поэтапно, что нам говорят. Потому что мы не произвольны что-то изменить в этой ситуации. Все, что от нас зависит, мы сказали. И, в общем, после этого она достает вот эту зеленую книжку и... Не достает. Нас еще вывели в кабинет, сказали, ждите здесь. Она вот это все у тебя сфоткала, взяла отпечатки, мы ушли. Она сфоткала меня, отпечатки взяла. Так, кстати, спросила, есть ли у меня фотография. Я достал фотографию, отдал ей, она взяла эту фотографию и ушла. И это все еще, чтобы вы понимали, мы не понимаем, или его одобряют, или его депортируют. Вот это все просто. Надежда есть все, что... Да, надежда есть, но сердце вылетает. Я просто вам не могу передать, что с нами происходило. Ну, в общем и целом. Дали они мне эту книжку, после всего вот этого сказали, что мы... Проходим, поэтому я буду находиться в этой стране по той же программе, по которой Танюшка. И мы можем уже искать квартиру. Ура! Все, так что, ребята, мы здесь находимся легально вдвоем. Да, да, да. Мы можем жить в этой прекрасной стране. Мы благодарны этой стране, мы благодарны людям, что они нас услышали, правильно поняли. И дали возможность все-таки осуществовать свои желания, свои задачи, жизненный там этап проходить в этой стране. Все, друзья, так что ждем от вас поздравления в комментариях. По-братски напишите хорошие комментарии, не надо плохое писать. Я иногда читаю, я вижу то, что ты пишешь плохое. Не пиши больше плохое. Тебе, кстати, недавно один армянин буквально под вчерашним видео написал. Акоп, сделай что-то с бородой. Да, да, я читал, читал. Ты читал, да, я думаю, что ты ему сам ответишь. Я не отвечаю на сообщения, но думаю, ладно. У меня красивая борода, брат. А там ему девушка какая-то, Алиса, ответила, что вам не нравится с бородой. И я тоже не отвечаю. Я вот эти комменты, я даю, пусть сами там себе, пусть наши зрители подискусируют, пусть решают там свои вопросы, а нам интересно это почитать. Так что, если кто-то хочет за нас заступаться в плохих комментариях, спасибо, мы вам очень признательны. Это приятно. Мы все читаем, мы, ну, улыбаемся и радуемся. Что есть те, кто хотят плохое написать, пусть пишут. Это тоже... Мы отошли чуть от темы. А, мы отошли, да, простите. Ладно, мы тут радуемся. Радуемся. В следующих сериях, ждите, будет очень прикольно. Мы начинаем искать квартиру, и мы начинаем искать все в квартиру. Мы начинаем потихонечку этот этап, следующий гораздо веселый и интересный в нашей жизни. Так что, в комментариях ждем поздравления, лайки, подписки. И не забываем, переходим на то видео, которое появляется сейчас на экране. Он очень интересный и очень полезный. Подожди, 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 подожди. Давайте, друзья, пока. Продолжение следует...